В осенний призыв из Югры вооруженные силы России отправят меньше срочников, чем прошлой осенью. Об этом рассказал военный комиссар региона Роман Вуколов. Призывная комиссия в этом году началась на месяц позже, чем обычно. В этом сезоне на военную службу планируют призвать 120 тысяч граждан РФ. Это меньше, чем прошлой осенью, на 7,5 тысяч человек. Призыв будет проводиться в укороченные сроки, только два месяца, и завершится 31 декабря. Как отметил военный комиссар Югры, срочники никак не будут пересекаться с мобилизованными гражданами. Их обучением будут заниматься разные специалисты. Кроме того, призванных на срочную службу не будут отправлять на территорию проведения специальной военной операции. Граждане, призванные на военную службу по призыву к участию в специальной военной операции на Украине, привлекаться не будут. А военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются. И уже с 15 октября направляется к местам жительства. Специалисты ОКБ освоили нейромониторинг. Высокотехнологичный метод нейрохирургии использовали впервые для лечения пациентки с обширной опухолью функционально значимых зон головного мозга. Югорчанку доставили в приемное отделение больницы с подозрением на инсульт. Компьютерная томография помогла установить точный диагноз. А дообследования показало, что новообразование занимает практически всю лобную долю с переходом на теменную. Такие опухоли нужно удалять хирургическим путем, но это может парализовать человека. Чтобы снизить риск повреждения нервной системы и сохранить двигательные и речевые функции, врачи использовали систему нейрофизиологического контроля. Уже во время операции специалисты выяснили, что опухоль злокачественная. Чтобы через месяц она не выросла до прежних размеров, нейрохирурги удалили практически весь объем пораженной ткани. Пришлось заходить на функционально значимые зоны в теменной доле, что привело к нейрофизиологическому дефициту в виде нарушения движения рук и ног. И поэтому сейчас пациентам требуется реабилитация по восстановлению этих функций. Благодаря нейрофизиологическому контролю у нас был подсчет того, что эти функции были сохранны. И у пациентки есть шанс на восстановление. Операция по удалению опухоли длилась 5 часов. Все это время пациентка находилась под наркозом. Уже на следующие сутки женщина была переведена в отделение и у нее начался ранний этап реабилитации. Двигательные функции и конечности помогут восстановить иглорефелексотерапия, физиолечение и ЛФК. Начинающие кардиологи учатся проводить операции на специальном симуляторе. Сургутский государственный университет приобрел тренировочное оборудование, анатомическую копию сердца и вен для ординаторов-кардиологов. Теперь будущие хирурги учатся через прокол иглой пробираться к органу и лечить патологии ритма. Например, ставить кардиосимулятор. До появления тренажера молодые врачи обучались этим навыкам у опытных специалистов во время реальных операций на пациентах. Симулятор это трехмерная модель, которая полностью повторяет размеры сердца и вен. Разработали такой рентгеноконтрастный фантом российские ученые. Они приехали в Сургут, чтобы на базе кардиодиспансера провести первый урок для ординаторов. При разработке данных симуляторов для нас была главная реалистичность. Хирурги – люди практические, и им надо работать руками. Они не любят долгих разговоров и длинных курсов теории. Поэтому в симуляторе учтены именно хирургические анатомические особенности, то есть изгибы сосудов, сложность рельефа в камерах сердца и, конечно, соотношение различных анатомических образований. Данил Таджиддинов Голосование сопоставят с численностью населения региона, который представляет участник. Итоги подведут 17 ноября в день участковых уполномоченных полиции. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России. Югорчане выбирают поселения, в которых в следующем году появится высокоскоростной мобильный интернет. Голосование проходит среди населенных пунктов, где живут от 100 до 500 человек. Это поселки Кандинского, Березовского, Белоярского, Сургутского, Октябрьского, Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. Поделиться своим мнением югорчане могут либо через специальный сервис на госуслугах, либо с помощью письма в Минцифры России. Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте обращение принимается до 26 числа. Добавлю, что на данный момент лидирует сельское поселение Леуши и поселок Дальний Кандинского района. В Октябрьском районе появилась лесная сказка. Торжественное открытие семейного парка прошло накануне в поселке Андра. Отмечу, что новое место отдыха благоустроили по инициативе местных жителей. Для детей здесь установили игровой комплекс, горки и качели, а для взрослых посетителей подготовили уютное место для прогулок. Отмечу, что лесная сказка одержала победу в региональном конкурсе инициативных проектов и вошла в карту развития Югры. Лада не справилась с управлением и улетела в кювет. За рулем отечественного автомобиля был неопытный 23-летний водитель. Случилось это в Нижневартовском районе. Накануне около трех часов дня на автодороге Нижневартовск Радужный мужчина превысил скорость, вследствие чего автомобиль вылетел с трассы. В результате аварии две пассажирки получили травмы. Всего за сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы. Инспекторы задержали девять пьяных водителей, еще двое отказались проходить экспертизу. Столько же сели за руль нетрезвыми повторно. За выезд на встречку к ответственности привлекли 28 водителей, 41 нарушил. Человек нарушил правила перевозки детей. Проекты помощи инвалидам рассчитывают на грантовую поддержку. В Ханты-Мансийске начался седьмой межрегиональный инклюзивный форум «Независимость движений». В нынешнем году идеология конференции подверглась изменению. Она проходит под девизом «Инвалиды для города». Все дело в том, что большинство проектов делают сами люди с ограниченными возможностями. Участники форума представят проекты для людей с инвалидностью, которые успешно реализованы в нашей стране. Заявка на президентский грант станет финальной целью документального, экспертного и бизнес-сопровождения проектов. Такую возможность получат участники и представители некоммерческих организаций округа, которые только начинают или уже реализуют проектную работу в сфере инклюзии. Мы настаиваем на том, что люди с инвалидностью сами выходили из своих четырех стен и участвовали не только в таких форумах, но и сами путешествовали, сами выступали, проводили концерты. Потому что во многом, как относятся к ним, зависит именно от них. Если они часто будут появляться в городе, в общественных местах, то и общество быстро их примет. Мы на пути к этому. Не могу сказать, что все идеально, но в целом, путешествуя по России, по округу, по разным странам мира, я могу сказать, что с каждым годом это становится все лучше. Программа конференции состоит из двух блоков – социокультурного и образовательного. Так, в первом из них для форумчан открылась выставка «Особенная красота». Ее создатель – известный российский фотограф Юлия Отрощенко. Во втором блоке конференции пройдут мастер-классы, лекционные занятия и тренинги. В финале образовательного блока на конкурсной основе определят два проекта. Авторы работ получат право на экспертное сопровождение в течение полугода, включая подготовку документации на гранты регионального и федерального уровней. На самом деле люди с инвалидностью при современных технических средствах реабилитации, при программах трудоустройства, профориентации, участии в проектах могут сделать все то же самое, что и обычные люди, которых вы себе представляете. Люди с инвалидностью могут работать в любом секторе общества, но занимаясь социальными проектами, занимаясь инклюзией, они обладают уникальным преимуществом объединения целевых аудиторий. Югорчане подали больше 60 заявок на первый конкурс президентских грантов. Всего в нем участвует больше 10 тысяч проектов АНКО из 87 регионов страны. Самыми популярными грантовыми направлениями стали пропаганда ЗОЖ, соцподдержка и сохранение исторической памяти. Югорчане предлагают поставить памятник Петру и Февронии в Кагнинском районе, провести масштабную реконструкцию боя-подвига наших земляков, героев Советского Союза Алексея Филипповича Унжакова и Ивана Васильевича Королькова, создать рабочие места для лиц с расстройствами аутистического спектра. Есть также проекты по реабилитации детей-инвалидов и военной подготовке. Итоги грантового конкурса подведут в январе 2023 года, а уже с 1 февраля победители смогут начать реализовывать свои проекты. Сборная России по лыжным гонкам провела открытую тренировку для детей. Накануне лыжники группы Юрия Бродавка поделились секретами мастерства со воспитанниками спортивной школы Олимпийского резерва Хантамансийска. Дети увидели спортсменов не только на трассе, но и в зале. Мастера, в свою очередь, показали подрастающему поколению несколько упражнений, а после раздали автографы и сфотографировались с юными фанатами. Увидеть мастеров в деле юные лыжники и биатлонисты еще успеют. Дело в том, что 7 и 8 ноября они проведут контрольную тренировку, на которую можно посмотреть не только с трибун, но и в прямом эфире. Я к Даню приехала, я первый раз, когда увидела, у меня очень какие-то эмоции были. У меня даже дар речи пропал. Я не знала, что, как говорить. Хотела попросить сразу автографа, мне сказали, что на тренировке нельзя их отвлекаться. Югра в сухую обыграла Ермак. Очередной победы подопечные Эдуарда Зынковца добились накануне в рамках домашней серии. Если в первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, то во втором и третьем югорчане смогли отличиться по два раза. Егор Степанов и Александр Акмальдинов с интервалом в 30 секунд забросили свои шайбы и создали для своей команды комфортный перевес. А в третьем периоде югра усилиями Ильдара Шексаддарова и Ивана Савчика добила соперника. Итог матча 4-0. Отметим и игру вратаря. Никита Подскребалин блестяще действовал на линии и в концовке встречи совершил невероятный сейф, который и помог голкиперу сохранить ворота в неприкосновенности. Редактор субтитров А.Семкин